Тема моего выступления это законодательное обеспечение реализации указа президента и распоряжения правительства по снижению уровня выбросов парниковых газов. Не очень, я смотрю, у нас цифры хорошие по указу президента, у нас стоят там три шестерки, 666, думаю, с чем бы это было бы связано. Но я думаю, что не будем верить в такие суверии, это очень важно. Перед этим еще несколько слов скажу вам о работе комитета. У нас пять государственных программ, с которыми работаем, общий объем государственной поддержки у нас аграриев с каждым годом растет. Вот в этом году у нас более 600 миллиардов рублей уделяется на все государственные программы. И вот на программу миллиардации и эффективного использования земель у нас тоже очень достаточно большая сумма, идет около 40 миллиардов. Она тоже с каждым годом растет, и мы понимаем важность и ценность сегодня этой программы. Мы ее хотим продлить и увеличить как раз финансовые возможности, ну и направление, в котором она будет работать. В том числе, наверное, работать активно по нашей тематике парниковых газов. Надо сказать, что мы понимаем сегодня предпосылки этой темы, потому что мы уже отмечали, что это будет серьезное изменение климата, и мы это прекрасно понимаем. Идет деградация эрозии почвы, это тоже связано и с климатом, и сегодня с деятельностью, которая проходит на земле. Понятно, у нас идут снижения рентабельности, при том, что сегодня аграрии прошлого года и позапрошлый показывали очень высокие результаты, рекордные показатели. К сожалению, рентабельность у нас с каждым годом падает. Но этому есть объективные причины. Понятно, что для того, чтобы произвести продукцию, ее надо реализовать. Если мы производим, например, 150 миллионов тонн, а потребляем только 100, то 50 миллионов тонн, они находятся на рынке. И они будут, естественно, проявлять давление на рынок и будет снижать рентабельность хвост-производителей. Поэтому наша задача в ближайшее время стоит не только увеличить сегодня урожайности по различным культурам, но и найти возможности, как управлять сегодня перепроизводством. Это большая серьезная работа, это вопросы бюджетного маневра, который мы должны делать и кого мы должны сегодня поощрять. То есть мы это прекрасно понимаем, что наши большие успехи не могут сегодня отражаться на производителях. В противном случае мы их опять потеряем. Поэтому как раз у нас такой есть хороший момент работы именно с углеродозаберегающими технологиями. Ну еще причины деградации, понятно, они очевидны тоже. Это понятно и сейчас мы говорили про классическое земледелие. Это говорят, что это глубокая спашка, минеральное удобрение. Причем не в зависимости, какая это будет наутила или будет классическая обработка земли. Важна простая вещь, что понятно, что вносить в почву, забирать больше, чем ты вносишь, невозможно. То есть невозможно не кормить ей, а просто забирать. Поэтому вопрос в разных направлениях. Очень приятно было слышать как раз Белгородскую область и нашего замечательного прошлого губернатора, которые делали такие хорошие и правильные шаги. Надо в любом случае, чтобы это развивалось во всех регионах, конечно, в этом должно быть заинтересовано первое лицо. Это очень важно. Это так для регионального существования. А так вот у нас вообще, и сейчас я вам хочу сказать, что у нас есть такой большой спасательный круг для данной темы. У нас есть указ президента, в котором достаточно серьезные поставленные задачи. До 30-го года у нас на 70% сократить выбросы к 90-му году. Достаточно такой показатель. Хотя, например, если убрать какое количество коров, у нас 90-го года уменьшилось, то в принципе эту цифру мы легко достигнем. Дальше разработать сырое стратегию нам надо до 50-го года. Достаточно такой большой срок, но тем не менее мы понимаем направление, в котором движется сегодня мир. Так вот инструменты аграрные, значит, углеродистые сберегающие их экологию, вот инструменты аграрной отрасли, вот они очевидны, понятны. В принципе, я их не буду называть, это, наверное, расскажут. И хотелось бы послушать всех сегодня наших специалистов на эту тему, насколько они сегодня актуальны. Понятно, что для этого необходимы развитие науки, технологии, подготовка специалистов по этому направлению. Ну и основная, какие наши задачи, конечно, замедлить развитие эрозии, наградации почвы. Вот в этом аспекте хотелось бы поговорить, конечно, о тех наших пилотах, которые есть. И тут надо сказать, у нас Миноборнауки, она у нас идет впереди нам, Минсельхозу. Поэтому нам надо, наверное, по этим вопросам подтягиваться, потому что и полигоновые, вот как раз карбоновые полигоны, у нас их вообще 18 в стране, достаточно они активно работают. Я думаю, что это, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно. Поэтому надо активно в этом развиваться. получать, но нам нужны, конечно, опыты опытами, но нам нужны результаты, которые можно будет уже, конечно, распространять. Значит, вот пока мы боремся, бьемся за урожай в той или иной форме, там и за экологию с одной и с другой стороны, то есть нам необходимо сделать несколько вещей, о которых мы вот говорили. У нас и задачи, которые мы и так ставим для себя. Первое — это понятие определения почвы. Мы с этим согласны. Его сегодня у нас нет. Мы оперируем сегодня землей, потому что как юридический аспект почва у нас пока отсутствует. Поэтому это наш вопрос, который связан сегодня с нашей законотворческой деятельностью. Так, ну, понятно, установить единые правила, возможно, через государственную программу поддержки, потому что почва должна быть как средство производства. Как средство производства у нас пока это тоже не очень закреплено. Понятно, не о чем говорить, если у аграриев нет сегодня доходности. То есть мы ни о каких инновациях, мы не можем говорить, у нас должна быть правильная доходность, фермеры должны чувствовать себя стабильно. То есть мы не можем говорить о том, что сегодня рентабельность 50%, завтра 10%. Понятно, это будет все накладывать на аграриев сложности, и они не будут инвестировать в долгосрочное развитие. Тем более говорить о таких технологиях, как вот там наутил, мы говорим, и все остальное. Это все, на это все нужно время, большое терпение. Ну и понятно, очень правильно установить показатели качества. Если мы говорим про данную повестку, если не будет показателей качества по углеродическому следу, то вряд ли это тоже будет развиваться. Вот на наш взгляд, абсолютно согласен с Людмилем Владимировым. Здесь нам может помочь как раз... Мы крутимся чуть-чуть, да? Давайте следующий слайд. Там за мной успевают? Ага, вот, смотрите, да. А то я говорю, молодцы, за мной успевают. Ну, вот то, что это достаточно интересный комплекс природоохранных, которые природные, социальные, управленческие факторы, которые может учитывать. В принципе, если бы мы такую систему у себя бы внедрили, то, понятно, ситуация бы немного поменялась в другую сторону. Но еще раз, здесь есть вопрос дискуссий. Почему еще раз у вас в дискуссии? Мы находимся сегодня не в простой ситуации. Понятно, что еще раз, я в самом начале нашего разговора говорил, что иногда возникает сегодня ощущение, что нам повестка навязана. Поэтому нам здесь быть такой осторожным в этих направлениях. А тем более, вот, в сегодняшней ситуации, когда у нас там 17 тысяч санкций против нас. Ну, следующий. Давайте, ну, мы Оренбургскую область пропустим, потому что я на Оренбургской области представляю ваш сосед и всегда за Самарскую область тоже очень переживаю и радуюсь. Теперь вот то, что мы предлагаем, какие инициативы мы готовы поддерживать, с которыми мы готовы работать. Первое, нам, конечно, нужна государственная программа, потому что я за такое программное обеспечение, чтобы это было программно, комплексно, программно, чтобы это было четко понятно. Мы взаимодействуем с Курчатовским институтом, у нее есть повестка, я думаю, с Минсельхозом, мы с представителями бизнеса, мы можем эту программу подработать. Значит, обязательно еще есть одна программа, национальная программа, ну, карбонованная рынка. Это, в принципе, тоже одна из тем, интересных, которые мы готовы тоже обсуждать. Причем это не только в России, вот как раз, ну, у нас и БРИКС, и СНГ, и ЕС. То есть это вот такая история, которая может быть поддержана. Ну и понятно, что необходимое, о чем я уже тоже говорил, чтобы все это развивалось, надо поддерживать сегодня бренд, именно бренд сельхозпродукции с низким глюродистым следом. Если это тоже возможно сделать, тогда это будет тоже движение вперед. Поэтому я с удовольствием сегодня участвую в конференции, послушаю, нам нужна, еще раз говорю, нужна научная мысль, нам нужны сегодня эксперименты, нам нужны инновации, ну и, друзья, нам нужны результаты. А мы во всех вопросах готовы сегодня быть вашими союзниками. Ну, во всяком случае, еще раз говорю, у нас есть определенные позиции, но я считаю, что истина, она посередине. Поэтому успехов, и давайте сегодня поработаем. Спасибо. Спасибо.